Всем тихой ночи! Еще и, например, отдельный сайт повстанцев Хаоса. Давайте-ка заглянем на него и узнаем, что на нем есть. И главное, это, конечно же, сильно расширенное по сравнению с сайтом SCP «История повстанцев». Повстанцы Хаоса появились в результате раскола в фонде в 1924 году. Они были не согласны с тем, что фонд никак не использует аномальные вещи, а только их хранит. Эти противоречия привели к настоящей войне внутри фонда, в результате которой большая группа людей ушла из SCP, основав отдельную организацию под названием «Повстанцы Хаоса». Они основали свои базы в нищих странах третьего мира, где начали тесное сотрудничество с их правительствами, получая от них неограниченные человеческие ресурсы. В обмен на аномальные технологии, нередко помогающие беднейшим людям выжить в этом мире, но иногда и укрепляя власть местных банановых диктаторов. Несмотря на то, что в чем-то эта организация похожа на фонд, агенты повстанцев следят за пранормальной активностью. Оперативные группы захватывают объекты, а ученые их изучают. Повстанцы – это глубоко децентрализованная организация. Все их группы действуют самостоятельно, руководствуясь общими для всех правилами и целями, а не командами сверху. Хотя правила эти по большей части определяет Дельта Комитет. Главное, чем они занимаются, это, конечно же, сбор аномалий, но собирают их совсем не для того, чтобы спрятать в камерах содержание. Любой файл вещи начинается с раздела «Использование», где описывается, как можно извлечь пользу из того или иного предмета для повстанцев. К примеру, колокол антропии, нашедший применение в качестве оружия массового поражения. Он используется для того, чтобы вызвать массовые нарушения условий содержания в одном из учреждений SCP. В день нападения колокол был размещен недалеко от зоны фонда. Агент повстанцев ударил в него, и это заставило аномальные силы предметов выйти наружу, что вызвало поломку всей сложной техники в радиусе 40 километров. Это привело к тому, что толпа монстров вырвались на свободу из камер содержания, а само учреждение фонда было уничтожено и заброшено. Это, кстати, была одна из первых вещей, которую повстанцы пустили в дело, а всего таких на сегодня есть чуть более 60 штук. Вторая часть любого документа хаоситов – это отчет, и, по сути, это тоже самое описание объекта и его свойств. Например, вот популярный среди оперативников хаоса предмет – призрачный противогаз, дающий возможность видеть в темноте и становиться незаметным, визуально сливаясь с окружающей местностью. Производство таких противогазов было поставлено на поток, и любой боец повстанцев с черной картой доступа может владеть такой вещью. Единственный ее недостаток – это то, что в нее встроено устройство, способное убить владельца. В случае, если боец хаоса сбежит или попадет в плен к фонду, его могут активировать. В общем, первое, о чем думают ученые повстанцев, когда находят очередную вещь – это как она поможет им в борьбе с фондом SCP. Организация эта не только воюет, используя аномалии, но и строит на них свою экономику. Вот, например, однажды агент хаоса решил проверить местные истории о том, что некий человек владеет проклятой кроватью. Он прибыл к нему, и тот рассказал, что когда на этой кровати спишь, всегда оказываешься в одном и том же месте – с черным песком, фиолетовым небом и красными звездами. Там сновидцы окружают гротескные существа с головами, напоминающими насекомых, все из которых носят множество вещей из драгоценных металлов. Исследования показали, что спящий на самом деле не засыпает, а на два с половиной часа действительно переносится в этот странный мир и возвращается обратно, при этом не теряя вещи, полученные в том мире. Что бы сделал фонд SCP, если получил эту вещь? Конечно же, отправил несколько экспедиций для изучения этого мира и для исследований культуры местного народа. А как же повстанцы используют эту вещь? Они посредством этого объекта отправляют в тот мир оперативника, и там он просто отнимает золото у местных жителей. Таким образом финансируется одна из ячеек повстанцев. Такой вот практичный подход к делам. Оружие для хаоситов создаётся тоже посредством аномалии. Однажды во время раскопок была найдена область пространства, заполненная различным оборудованием для плавки металлов и кузнечного дела. В ней как будто бы сами по себе появлялись мечи и доспехи. Изучив это явление, учёные хаоса смогли войти в контакт с сущностью, являющейся как бы местным кузнецом. И опять же, фонд бы, наверное, попытался изучить и понять чудо кузнеца. А вот повстанцы поступили иначе. Они обучили делать его современное оружие, и таким образом вооружают свои отряды. Аномальные люди, попадая к повстанцам, конечно же не держатся в камерах содержания, а включаются в работу этой организации. Им даже платится зарплата. Причём способности таких людей иногда находят самое неожиданное применение. Вот некая химия Акуму обратила на себя внимание аномального сообщества тем, что могла создавать пирожные из ничего, менять их вкусы и разрушать на расстоянии созданные ей сладости. Учёные повстанцев обратили внимание на тот факт, что химия способна изменять химический состав создаваемых пирожных. И после некоторого развития своих способностей, она научилась сделать их взрывоопасными и ядовитыми. Также занятия по развитию этой аномальной особенности помогли химии научиться создавать пирожные на некотором расстоянии. Всё это сделало её ценным оперативником, ведь она может взорвать что-то или даже отравить противника, создав ядовитое пирожное прямо у него в желудке. И для этого ей даже ничего особенного не нужно. В общем, любому необычному свойству аномального человека будет найдено применение. И это особенно не нравится другой организации мира SCP-GOG. Та постоянно отправляет своих людей для нейтрализации таких вот агентов-повстанцев. Особенно организации досаждают некий Даррек Кроули, умеющий каким-то образом отнимать аномальные способности у людей. Собственно, он смог таким вот образом нейтрализовать химиакуму. И теперь она обычный человек. Впрочем, агенты Хаоса не остаются в долгу, ведь ГОГ изначально был составлен из множества тайных обществ. И повстанцы Хаоса, хорошо зная об их противоречиях, умело сталкивают их между собой, раздувая внутренние конфликты в этой организации. Кроме списка объектов, тут есть, конечно же, и рассказы. В одном из них показано измерение, в котором повстанцы победили фонд и захватили весь мир. Сам рассказ показывает взаимоотношения хаоситов с другими организациями в этом мире. Фонд SCP, понятное дело, был уничтожен. А вот с другими не всё так однозначно. Увидев, что адепты Хаоса побеждают, фабрика, та самая, которая создала множество SCP-объектов, сразу встала на их сторону и начала поставлять им оружие и разные полезные для захвата мира предметы. Для Мкид ничего особенно не поменялось. Они продолжили продавать свои товары безумным богачам. А вот Длань Змея вообще покинула тот мир, уйдя в своё карманное измерение, известное как Библиотека Странников. Что вообще странно, ведь Длань особенно не враждует с повстанцами. Гог же до последнего противостоял наступающему хаосу, но в итоге развалился на отдельные тайные общества, из которых он был изначально собран. Ну а вот адептов культа плоти и металла, повстанцы просто уничтожили, заставив все их артефакты работать на благо своих идей. Но это, конечно, только какой-то один из миров пульте вселенной. А во всех остальных солдаты хаоса продолжают бороться за то, чтобы человечество приняло дары аномального мира и начало пользоваться всем, что он даёт. Борьба эта местами принимает достаточно необычные формы. Повстанцы, к примеру, собирают информацию о всех страшных и жестоких действиях фонда в отдельный список. Достаточно необычный формат, к слову. Тут различные действия фонда SCP представлены в виде злодеяний. Это добавляет вселенной SCP какой-то глубины, ведь если описать действия фонда со стороны, он может, если подумать, действительно предстать достаточно злодейской организацией. И именно такой точки зрения придерживаются повстанцы. К сожалению, сайт повстанцев не особенно разросся. Всего на нём на сегодня около двух сотен разных статей. Но тем не менее, сайт продолжает обновляться. И возможно, мы ещё увидим на нём что-то интересное. К слову, сайтов во времена раскола в сообществе SCP появилось достаточно много. Так что я думаю, это не последний обзор на подобный ресурс. Оставайтесь на связи и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok